Большая часть подделок в Рязань приходит из Москвы. Об этом говорит статистика. Именно здесь пронырливые москвичи пытаются сбывать свои фальшивки. Получается, правда, не очень. Вот и на этот раз очередного хитреца взяли в Рыбновском районе. Работниками прокуратуры Рыбновского района в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего уроженца Московской области, осуществившего приобретение и в последующем сбыт заведомо поддельных денежных средств. Молодым человеком совершено приобретение на территории города Москвы 17 поддельных билетов Центрального банка Российской Федерации и последующих сбыт на территории Рязанской области путем оплаты приобретаемых продуктов питания в магазинах на незначительные суммы. Отделался в итоге москвич пятью годами условно за 17 фальшивок. Самые популярные для подделок сегодня пятитысячные купюры. Двухтысячные, впрочем, отстают не сильно. В общем объеме их порядка 40%. В статистике есть даже одна пятерублевая монета. В Банке России решили напомнить основные правила идентификации банкнот. Получился своеобразный лайфхак. Банк России рекомендует оценить не менее трех защитных признаков на просвет, под углом и тактильно. Буквы «Билет Банка России» тактильно немножко выступают на бумаге. Также голографическое изображение на, допустим, тысячерублевой купюре тоже имеет свои оттенки, когда мы наклоняем или в одну или в другую сторону. Также можно посмотреть на просвет, водяные денежные знаки. Понятно, что в магазине получить подделку шансы мизерные, а вот на рынке вполне. Три нехитрых манипуляции с купюрой сомнения развеют. Ну а если нет, ваш путь прямиком в первый попавшийся банк. Там все установят со скрупулезной точностью. Продолжение следует...